Всем привет! Сегодня я начну работу над новым мистлом. Буду делать также из пластика черного в Рестрое, но уже будет полный обзор. Буду вкратце уже объяснять конкретно, что и как нужно делать. Ну что, поехали! Так, вот у нас уже готовая обрезанная трубка. Наружный диаметр 16,5 мм, внутренний 15 мм и толщина стены где-то около 1 мм. Ну где-то может быть 0,9 мм, с копейками, 0,8 мм. Я в чертежах указываю в калькуляторе как бы 1 мм. Там отличий от чертежов почти нет. В общем, размер с запасом 300 мм идет. Все. Здесь я наклеиваю такую бумажечку, чтобы на ней писать. Пишу обычной ручкой. Можно карандашом. И отмеряем 3 см с конца. Так, начертил вот, пожалуйста, канал. Сейчас так не видно. Вот. Вот так он выглядит. Теперь будем мы отрезать по этим линиям и посерединке здесь слегка. Отрезать буду вот этой нажавкой по металлу. Я работаю по пастику и пробки отрезаю. Работаем здесь. Мини-верстак от станка свирильного. Все. Вот так вот закрепляю. И ушел вот так аккуратненько пропиливать. И все. Сейчас я пропилю, а потом уже покажу результаты. В общем, сделал пропил. Вот. И немножко здесь тоже по линии слегка. Теперь надо отломать. Если не поддается, то можно уже помочь ножовкой. Где-то что-то. Не ножовкой, а ножичком канцелярским. Все. Вот, пожалуйста. Теперь нам нужно будет почистить все это. Какушки лишние убрать. Ровненько все. Где-то что-то поточить на филями. И потом уже покажу, как надо будет точить угол. Так. Готов наш канал. Вот, пожалуйста. Более так ровненько, чистенько. Работал на филями. Такими маленькими напильниками. Ну, все. Подровнял. Теперь нам нужно будет вытачивать острый канал. Чтобы воздух с ним... Ну, как для свистка. Нужно точить 45 градусов. Вот в таком наклоне. Так. Ну, вот. Готово. Срезал. Сейчас так плохо видно. Отражает немножко. Вот он. Кажу. Близко почему-то не видно. Вот. Для чего он нужен? Это чтобы воздух прорезался. Когда вставляете пробку на ее уровне, то при дути воздуха воздух прорезается, уходит вверх и чуть-чуть попадает внутрь туда. Там нужно обязательно пробку, когда вытачиваете пробку, чтобы пробка проходила под этим наклоном. Ну, внутри. Впритык. Ну, проходила. И там образуется маленькая щель. И это для легкости дутия. Для легкости игры висло. Если будет у вас выше, то уже будет проблема со звукоизвлечением. Нужно напрягаться. Верхние ноты будут, например, на второй октаве уже пропадать, не играть. Просто будут... Поэтому для этого и делается, чтобы нужно контролировать именно расстояние, высоты пробки. Ну, сейчас, когда я пробку стачу, я вам объясню, покажу. Пробку будем делать из дерева. Вытачивать. Так. Отрезал. Вот. Это у нас, конечно, большой диаметр. Он не подойдет. Поэтому нужно будет стачивать. Вот. Чтобы она заходила свободненько. Не распирала пластик, а именно заходила более свободно, чтобы было все ровно, аккуратно. Буду вытачивать на точильном станке. Такой вот. Точильный станок. Работа, конечно, тяжелая, долгая, ювелирная, но что поделаешь. Пока работаю так. Буду стараться потом искать на базаре готовые размеры дерева или, может быть, даже пластик найду, если. Буду просто обрезать уже и вставлять. Ну вот, подготовил я пробку. Вы можете ее стачивать и наждачкой, и шлифмашинкой. Не важно. Главное, чтобы сделать. Вот. Вот оно проходит у нас. Вот. Прошел. Потник, оно прошел. Даже если чуть-чуть проваливается сильно, ну, это нормально. Но желательно, чтобы щели большой не было. Потому что весь звук будет уходить почти напрямую. Это плохо. Все. Потом здесь потачиваем с этих сторон тоже жопку перед, чтобы более ровно было. Чтобы аккуратно, так, ровно соединение. Здесь нужно у нас, чтобы было 4,5 от 4,2, 4,3, 4,5 миллиметра в расстоянии от деревяшечки. Ну, все нормально. Где-то 4,5 есть. Все. Ну, в общем, шляпку будем тоже из этого же материала делать. Много остается кусков. Я их никогда не выкидываю, потому что они всегда нужны будут. Из таких более больших можно делать отдельные свистки или обрезать. В общем, подгоняем под пробку. Примерный размер. И отрезаем. Выберу чуть-чуть больше запасом. Все равно, когда обрезаешь, подтачиваешь, она может просто уменьшиться. Ну, когда наклеим, там уже мы, естественно, подточим, срежем лишнее. Также я беру бумагу, использую, как линейку. Я ровненько по этой линии наматываю. И ровно по этой линии отрезаю. И все. Аккуратно. Получается, иногда не всегда ровно. Если вручную резать и крутить аккуратно, то да. А я сразу на этом верстаке все делаю. И, как бы, немножко вот так вот обрезаю, а концовку уже срезаю. Ну, иногда бывает немножко скос, но это не страшно. Наждачкой можно подровнять, слегка обрезать. А сторона жопы там обязательно все равно будет подгоняться более ровно, аккуратно на глаз. Ну, все намотал. Также отрежу сейчас этой ножовкой. Почистю все и покажу дальше уже, как я буду ее половинить, чтобы потом она одевалась. Так, вот наша готовая шляпка. Вот. Теперь что я буду делать? Я теперь ее буду половинить пополам. Ну, буду это делать, конечно, этим канцелярским ножом. Получается не всегда ровно, но подрезаешь, на филами подравниваешь. Ну, такая вот ювелирная работа. Поэтому все равно приходится аккуратно, ровненько все подгонять. Так, выровнял я шляпочку. Сделал аккуратную такую, ровную. Теперь его не вставлять, проверять звучание. Так, вставляем. Так, местами здесь тоже не ровно. Надо саму шляпку выравнивать. Вот и все. Получается, у нас она немножко длинная. Ну, это когда уже наклеим, а завтра подсохнет. Это лишнее, так вот, наждачкой стачу, обрежу. Потом все равно будет наждачкой выравнивать, стачивать, лишние углы убирать, все ровно делать. И потом уже, да, дальше. Еще раз проверим. Нормально. Так. Ну, все. Сейчас немножко подровняю ее. Где криво у нас. Ну, более ровное место, это вот с этой стороны. Сейчас мы ее немножко еще раз наждачкой пройдемся. Не более, ну, такой мелкой, некрупной. Наклею. И все на сегодня. так шляпка так вставил все и смотрим так раз так вроде нормально так здесь у нас что есть тоже нужно стараться чтобы было параллельно пробки края чтобы не вперед не назад сильно это уже звук будет будет пропадать поэтому нужно равномерно не надо друга смотрели края так непонятно вроде бы ровненько тоже когда лишнее срежу придется где-то что-то выпирает если деревяшка у меня принципе поточить но это потом уже все равно залезу слегка вот так вот где-то что-то все теперь вроде бы нормально непонятно все равно ровно не наклеишь я стараюсь смотреть чтобы все было ровненько так лишнее убираем убираем самое главное чтобы вот не попадала туда отверстие хана будет просто он будет опять снимать все растворителем вычищать вымывать и опять по новой клеить пробку просто извозюка же это уже плохо лишняя влага на нее здесь конечно грязно ну ничего это почиститься помоется когда уже подсохнет все готово прилипает лучше этого не делать пока не подсохнет ну вот такой у нас сегодня был план работы завтра уже будем отрезать будем длину подгонять от свистка до края должно быть 263 миллиметра я обычно отмечаю отрезаю но приходится где-то один-два миллиметра еще бывает зарезать туда-сюда 261 262 бывает впритык где-то 261 смотря как нота достанет потому что у каждой ноты своя чистота в этом районе она должна гулять это уже по чертежу ну все на сегодня всем до завтра гулять это уже по чертежу ну все на сегодня 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 все на сегодня